Да, сегодня у нас концерт в Моргенгерштерн, да, 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 обязательно состоится. Что значит СБУ может не пустить артиста в страну? Да, послушайте, у меня весь вип-сектор отдан сотрудникам СБУ, поэтому концерт в любом случае состоит, конечно, не переживайте, да, всего доброго. Ху-ху-ху! Ах, как дела, как дела, Дмитрий Леонидович Купит Новый Кадиллак. Да, алё, да, да, нет, послушайте, билетов, то есть сегодняшний концерт нет, да. Моргенгерштерн, да, да, полный аншлаг, я понимаю, нет, совсем нет. Ну, слушайте, куда я вас пущу, что вы людям на шею сядете, что ли? А, вы и так готовы? Ну, тогда вы приходите на входе две слои тысячи гривен и, пожалуйста, сидите свесив ножки. Да. А-да-да, а-да-да-да, кадиллак, кадиллак. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович, все в порядке, с Моргенгерштерном позвонились, все хорошо. Это же прекрасно! А вы кто? Я? Я ваш новый администратор. Ну, помните, вы же старого вчера... А, да-да-да, помню, я... А потом еще и уволил, да. Так, а что у нас с Моргенгерштерном? С Моргенгерштерном отлично. И едет к нам из аэропорта уже все в когда-то. А по голосу как, уставший, не уставший? Он же, наверное, через Минск летел? Нет, вы знаете, он заказал билеты из Израиля. Из Израиля? Из Израиля, да. А, ну, может, вакцинацию делал? Может быть, да. Но самое главное, что прилетел, потому что у нас же аншлаг, я давно такого не помню. Да. Разве что на дизель-шоу. Это успех! Да, это успех. Единственное, вы знаете, я понять не могу, почему все так прутся по этому Моргенгерштерну? Ну, вы знаете, это эпатажный артист, да. Он вот сжег деньги в эфире. Представляете, сто тысяч просто взял и сжег. Да. Он еще пришел на женскую премию «Лучшая женщина года» в платье в женском, представляете? Ему вручили. Тогда, вы знаете, я теперь другого не понимаю. Зачем мы его приглашаем? У нас же свои придурки есть, а? Могли бы организовать, собрали бы. Ну, ладно, ладно, ладно. В любом случае, самое главное, заработаем деньги. Знаете, я хотел вас еще предупредить. Моргенгерштерн, он такой странный певец. Да не переживайте, я слушал его песни. Нет, ну тут не в песнях дело. Он просто любит с публикой общаться. И? И посылать их. А Моргенгерштерну скажите, что когда будет посылать зрителей из вип-сектора, пусть в конце добавляют «пожалуйста». Хорошо, хорошо, сделаем. Так, что у нас по деньгам? Так, по деньгам. 20 евро. Тысяч. Это предоплата. И еще 20 тысяч в конце концерта. Ну, ничего страшного. Мы в любом случае на нем в три раза больше заработаем. Да, 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 да. Я прошу прощения, я услышал слово «заработаем». И вот я здесь. Мужчина, я прошу прощения, вы кто? Покиньте, пожалуйста, кабинет, хорошо? Ну, я же только приехал. Я приехал на концерт. А, все, я понял. Смотрите, концерт будет вечером, и для зрителей вход, ну, со стороны входа. Ну, логично, да? Главный вход. Я не зритель, я артист. Послушайте, дорогой наш артист. Сегодня у нас выступает немного другой артист. Звезда хайпа, король эпатажа, рэпер Моргенштерн. Почти все так. Только вы немножечко неправильно говорите. Разрешите представиться. Звезда хайпы. Скрипач, исполнитель классической музыки Моргенштейн. Подождите, какой хайпы, какой Моргенштейн? Что? Авраам Маркович Моргенштейн. Моргенштейн, вы пригласили меня на мероприятие. Покажите мне, где сцена, где зритель. Остальное я сделаю сам. Так вот почему перелет из Израиля был, да? Это как... Это ошибка. Ты кого заказал, падла? Вы сами сказали мне найти Моргенштерна. Так. Я вбил в этом, в глюкле, в гадле, в этом, в этой... Что ты вбил? В поисковике Моргенштерн. Моргенштейн, ну, ну, и вот эта первая ссылка вот его выдала. Его. А знаешь что? Я сейчас вобью в поисковике, как убить человека, и сделаю с тобой то, что будет в первой ссылке. А потом сделаю то, что было во второй и в третьей, а потом еще раз в первой. Я тебя в желе превращу. Не надо. Скажите, я же вам пересылал деньги. Деньги вам пересылал. 20 тысяч евро, если вы обычный скрипач. Ну, почему 20 тысяч евро? Я просил 20 евро. А вы почему-то переслали мне 20 тысяч. А моя мама всю жизнь меня учила. Если дают, бери, не стесняйся. Послушайте, мы с вами цивилизованные люди, правда? Давайте вы вернете мне 20 тысяч евро, я вам дам 20 евро, ну, как вы просили, и вы пойдете. Нет, 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 у нас так дела не делаются. Я артист, я получил гонорар и хочу его отработать. Ага, слушайте, ну, правда, пускай выступит. Ну, пусть выступит. Ты что, идиот? Что? Ты же мне сам сказал, Моргенштерн, король эпатажа. Он зрителей посылает. Вот куда вот этот колобок с пейсами, кого можешь послать? За те деньги, которые вы мне заплатили, я готов послать не то, что всех разом, а каждого по отдельности по адресу прописки. Ну, послушайте, а Моргенштерн выступает в разных образах. В разных, ну, сегодня такой, завтра, ну, вот, такой. Слетал в Израиль, покушал, там вкусно кормят, распух. Послушайте, люди придут послушать песню «Как дела, как дела, это новый Кадиллак». А что они услышат? Шалом, шалом, синагога за углом. И, 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 и еще. Моргенштерн выступает, как правило, обнаженный или полуобнаженный. Ну, я готов это сделать за отдельные деньги. Ага. Чтоб все люди сразу увидели, что перед ними именно Моргенштейн. Послушайте, у меня абсолютный слух. Вы поставьте мне этого певца, я все сделаю один в один. Сейчас, 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 одну секундочку. Ага, вот. Достаточно. А теперь покажите мне этого поца. Вот. Покажите мне этого поца, который сказал, что этот мальчик певец. Так, стойте здесь, мальчик, иди сюда. Да, да, стойте. Значит, смотри. Ну, ты, хрен с ним, с Моргенштерн. Нет, нет, нет. Но ты должен был заказать Клаву Коку, которая у него на разогреве. Заказал. Да, конечно. Она уже приехала. Вы-то откуда знаете? Да. Мы летели одним рейсом. Только вы опять немножечко неправильно говорите. Правильно говорить не Клава Кока, а Клара и Кока. Это дуэт. Мама и дочка. Сейчас познакомим вас. Заходите, девочки. Знакомьтесь. Клара, труба. Она даже тут не умеет. Ну и Кокочка. Тарелки. Да. Послушайте. Ну, Лада, ты Моргенштерна перепуталась с Моргенштейн. Ну, как вместо Клавы Коки можно было заказать вот это? Я, 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 я вбил в угли. И вот в этом, в первом сайте, в первом сайте, где и он, и она была тоже. Это сайт филармонии города Хайфа. Послушайте, вы, вы понимаете, что нас просто разорло? Не похоже, капельку, немножечко. Но, Моргенштерн, он же в этих, ну, в этих, в татуировках. Да, 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 постоянно. А может быть мы ему на лицо набьем так, 666, ну, замажем. Я прошу прощения, моя мамочка против татуировок. Она разрешила мне сделать только одну. Это слово мамочка у меня на груди. Показать? Твою мать! Не надо, не надо трогать мою маму. И вообще, успокойтесь. Я думаю, что Кларочка и Кока вас не разорчаруют. Ведь они репетировали песню Клавы Коки. Давайте. Мне пох-пох, тебя люблю, но, веду себя так, будто мне пох-пох-пох. Не заткнись, не заткнись. Иди сюда ты. Я-я-я-я. Дрэйч, я-я-я-я. Ты сколько денег скинул этому статилокопу, а? Сколько? Сколько? Что ты мяучишь, котяра? Сколько? 10 тысяч евро в трубу, а? Не только в трубу, еще тарелки. Еще тарелки, еще тарелки. Так, тихо. Скажи мне, что вот завтра у нас должен был выступать коллектив, который называется «Хамали-Наваи». Скажи, скажи, скажи мне, что ты их заказал на другом сайте. На другом? Вот. На другом. Я даже больше скажу, не я их заказывал. Не я. А кто? Я об этом попросил человека, который хорошо их знает. Холос. Это одна женщина. Какая женщина? А, одна женщина. Какая одна? Я понял, что одна. Какая женщина? Одна вот эта женщина. Я таких нашла. Только вы немножечко неправильно говорите. Не Хамалиновые, а это дуэт Хавана-Гила. И они, кстати, прилетели с нами тоже одним рейсом. Ребята, проходите. Они... Я все исправлю. Этого не может быть. Это не может... Иди сюда. Знаешь, что я тебе сейчас сделаю? Что я тебе сделаю? Я тебе сейчас обрезание сделаю. Понял? Не надо. Я тебе сделаю обрезание головы. Вот. Зачем тебе это крайнее пояс с глазами, а? Что? Ты все... Я все исправлю. Я все исправлю. Я клянусь. Это я все исправлю. Сел сюда. Что вы делаете? Сел сюда. Что? Что вам надо? Сел сюда. Что? Знаешь, я тебя даже не убью. Нет. Я тебя повышу в должность. Как? А вот так, смотри, берем, подписываемся. Что? Что это? А теперь ты директор этого концерта. А вот так. И теперь тебе вот это вот все разгребать. Понял? Как? А вы? А вы что будете делать? А я на отдых. Тут, тут, тут. Кстати, могу посоветовать клинику в Хайфе. Заткнись! Ай! 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 Ай-яй-яй! Ну, и кто говорил, что за один день нельзя встать от администратора к директорам зала? Здравствуйте! Это не я, это Кока. Кокочка! Машечка, Исенька, здравствуй, Кокочка! Ну, спасибо вам за этот спектакль. Ай! Молодцы! Молодцы! Как я вам и обещал. Да, вы все идете на концерт настоящего Моргенштерна. М-м-м. Вот ваши билеты. Я вам сделал двухпроцентную скидку. Кокочка, посмотри внимательно. Если на твоих глазах кто-то из твоих ближайших родственников зажирается, берешь вот так вот тыльной стороной ладошки и наотмашь его вот так вот. Подождите, отмашь! Главное, 3%. Какие 3%? Я 4 часа летел. Янка, ну остановись ты уже, ну. Ну, Янка. Да стой ты! Что? Ну, реально хорош. Ну, еще два магазина, и у меня туфли сотрутся. Нужно новое будет покупать. Буся, не переживай, этот магазин последний. Мы сюда пришли купить кое-что тебе. И это сюрприз. Обожаю твои сюрпризы за мои бабки. Ну и что на этот раз? Мы тебе купим нижнее белье. Труселя, шо ли? Не труселя, а именно нижнее белье. Не понял, а чем тебе мои старые труселя не нравятся? Да потому что ты носишь семейки. У тебя нет ни сексуальных, ни модных, ни обтягивающих. Зато они удобные. Блин, Янка, ты знаешь, как мы между собой мужиками называем вот эту вот всю обтягивающую муть? Час пик в маршрутке. Потому что со всех сторон давит. Не продохнуть. Капец вообще. Ну, сама подумай. Вот тебе в чем удобнее перемещаться? В комфортабельном джипе или в тесном матизе? Ну, конечно же в джипе. Ну, да конечно же. Вот и моему пассажиру больше нравится в джипе. Он в этих семейках прям такой кружим, кружим, парами. Егор, прекрати, пожалуйста. Мы тебе сейчас купим крутое нижнее белье, и ты своего пассажира пересадишь в Феррари. Простите, здесь есть кто-нибудь? Да-да. Чем могу помочь? О-о-о, так все, пошли отсюда. Операция труселя отменяется. Пошли. Чего? Да ну посмотри на него. Ё-моё. Ты же меня заставишь сейчас тут мерять перед ним, а я светиться без штанов перед ним не собираюсь. Посмотри, он же пожирает меня глазами. Он же хочет меня. Буся, ну прекрати, что ты не будешь снимать? Я просто так вот приложу к тебе. Не надо прикладывать. А вдруг он их уже мерил? Посмотри на его рожу хитрую. Наверняка мерил. Чем ему и тут еще целый день заниматься? Буся, прекрати. Подскажите, пожалуйста, нам нужны трусишки. Вам какие? Брифы, слипы, хипсы, боксеры, стринги, бикини, джокстрипы? Ты что, в уши долбишься? Она тебе сказала, трусишки. Так это все и есть трусишки. Вы их будете под брючки носить? Нет, на брючки. Как Супермен. Я имею в виду, вы их будете под брюки носить или под джинсы? Потому что если под брюки, то вам нужны хипсы или брифы. А если под джинсы, то можно и стринги. Ой, давайте стринги, Бусь. Яна, алло, ты чего? Суши переела. Ну где я, а где стринги? Вам, кстати, очень пойдет. Ты рот вообще закрой. А то я сейчас твои стринги тебе на голову натяну. Буся, ну в стрингах ты будешь такой сексуальный. Яна, я вообще не понимаю, что тут вот сексуального, когда мужик идет вот так? Вау. Буся. Что Буся? Ну реально они вот так вот ничего не хотят. Ну а как ты ходить еще? Ну. Ну не преувеличивай. Да это твои стринги все преуменьшают. Они не только преуменьшают, они человека пополам могут разрезать. Разделить жизнь на левое яйцо и на правое. Это кошмар вообще. О чем ты говоришь? Ну представь себе, я играю в бильярд, тянусь на дальнюю лузу, и тут у меня из-под штану выпрыгивает веревочка розовенькая. Я мужикам что скажу? Пацаны, ничего чистого не было, я у Янки взял на понос. Буся, ну ты их будешь носить только передо мной. Я тут не буду видеть? Скажите, где у вас стендик со стрингами? Посмотрите вот на этом стенде. О, блин. Иди, иди. Так. Вик. А? Что мы здесь делаем-то? Сашка, ну а вдруг снова локдаун? Где мы тебе трусы купим? Ну так и... Нет, Саша, трусы это не маска. В одних трусах не получится полгода ходить. Их надо менять. Что ты драматизируешь? Да, согласен, маска у меня одна, но боевая. А труселей-то у меня целых 10 штук, все одинаковые. Так в том-то все и дело. Я весь карантин на них смотрела, ты каждый день мне их дефилировал. Я думала, у меня день сурка, так что нет, хватит. В этот раз купим тебе разные. Да зачем мне разные вообще, я понять не могу. У меня все одинаковые, серые в клетку. Все как на подбор. С ними дядька. Черномор. Да при чем здесь твой бородач? Мне перед соседями неудобно. Я стираю, на балконе вывешиваю, и все думают, что я живу не с тобой, а с ротой солдат. Че ты несешь? На роту солдат 10 труселей не хватит. А мне в самый раз. У меня же еще парадные есть, помнишь? Красные эти с бахромой. Парадные? Мне кажется, в этих парадных твой дед на парад ходил. Ходил. Слушай, я еду на две недели к маме. У тебя стратегический запас закончится. Что ты будешь делать? Ну так... Мои носить. Точно! Саша! Извини, пожалуйста. Да-да, чем могу помочь? Нам надо вот трусики на этого мальчика. Угу, угу. Вам какие? Брифы, слипы, хипсо-боксеры, стринги, бикини, джоксерпы? Хэбэшечка есть? Хэбэшечка? Сейчас есть много более современных и дышащих материальчиков. Ты че с ума сошел? Я не собираюсь через них дышать. Я их носить буду. Не обращайте внимания, мальчик шутит. Подскажите нам, вот какие вы носите? Лично я? Да. Лично я вообще не ношу. Это сапожник без сапог, да? Или ты из секции? Из какой секции? Из гомосекции. Саша! Шутит он, шутит. Ну, может, вы нам что-то посоветуете? У вас он какой? Активный или пассивный? Что? Я нормальный! Я жену люблю, да? Я имею в виду, какой образ жизни он ведет? Активный или пассивный? Ну, вы знаете, в основном лежит на диване и смотрит телевизор. А, иногда встает в туалет и за бутылочкой пива. Мы с мамой так и называем его пассивный активист. Понятно. Тогда вам подойдут боксеры. Посмотрите вот на этом стенде. Не буду я ничего смотреть. Саша, ну что ты начинаешь? Ну, вон, мужчина смотрит, и ничего. Кстати, там отдел мужских стрингов. Мужчина стринги выбирает. Так это нам еще нормальный стендик посоветовали? Я представляю, как на этом жердя и стринги вы смотрелись. Саша! Хотя, что там представлять? Мама твоя вылитая, вот. Слушай, ты начинаешь. Слышите, а что у вас и маски тоже продаются? Удобно. А вот эта штука для чего? Вообще-то это стринги-слоники. То есть, это... Блин, это что, трусы, что ли? Трусы, да. Ё-моё. Смотри. Не нравится? У нас еще есть белочки, зайчики, дельфинчик, удавчик. Блин. О, что, кукольный театр закрылся. Я дал весь реквизит вам на реализацию. Давайте слоники. Так какой слоник, Яна, ты чего? Не может человек в слонике ездить на гелике? А, ну да, он же большой будет. Чего большой? Маленький. Сашка, Сашка, давай тебе слоника возьмем. Ну, чтобы больше казалось. Ну, как бы на вырост. Дикан. Все представляют, ты их постираешь, на балконе вылезешь, все подумают, что ты сумасшедшим стриптизером живешь. Извините. Я, я, я прошу прощения. Да, да, чем могу помочь? У меня возврат. Размер не подошел. Сожалею, но нижнее белье обмену и возврату не подлежит. Блин. Мужик, так а что ты мучаешься? Сними их, е-мое. Так я и не в них. А вам я посоветую. Никогда не покупайте трусы с молнией. Капец. Слышите, а что это у вас среди мужских труселей женские затесались, а? Ой, что вы, что вы. Это мужская моделька с кружевами. Для тех, кто хочет удивить свою вторую половинку. Да я мужиков в бане могу своими двумя половинками в этих труселях удивить. Сколько они? Полторы тысячи? Слышь, Викусь, а зачем мы Лёшке вообще в школу деньги сдаём на шторы, на эти, на тюль? Я вот так вот в труселях прийду и скажу, вот вам шторы, вот вам тюль. Стаса. Чего? Ну что ты удивляешься такой цене? Круженые трусики, они стоят дорого. Ты же мне на 8 марта дарил. Да я тебе обычные дарил. Вот так вот в пять раз сложил их и потом ножницами звёздочки так вырезал просто, и что, стежинки. Вот их пол. Ах ты, желобяра! Что? Скажите, пожалуйста, у вас есть просто обыкновенная резинка? Хм, а вам зачем? А я ему носки к трусам пришью, как варежки к шубе, чтобы не терял. Вот так экономнее будет. Ха-ха-ха. Это что, типа, эспандер, что ли? Мужчина, а что вы делаете? Ну, трицепс качаю. Ха-ха-ха. А вы чего, это же манкини. Чё? Ну, мужские бикини с лямками на плечи. Блин! Да что за хрень вы тут продаёте? Молись, мужик, чтобы до тебя их никто не мерил. Чё? Да что вы такое говорите? Это новая моделька. М-м, новая моделька. Добрый вечер. Ха-ха-ха. Здравствуйте. А вы мне не подскажете? Мне нужно пять пар трусиков разного цвета. Мужик, тебе что, в жизни красок не хватает? Ха-ха-ха. А у меня всё чётко распределено. Я каждый день встречаюсь с разными женщинами. В понедельник, значит, у меня Светочка. Светочка, кстати, работает в детском саду. Поэтому я должен быть в чём-нибудь цвета детской неожиданности. Ха-ха-ха. Потом Леночка. Повторник Леночка из партии Зе. Я должен быть в чём-нибудь зелёном. Да. А в среду у меня Олечка. Олечка работает в оранжерее. Я должен быть тоже в зелёненьком. Ну, вот здесь вот травка должна торчать. Вот здесь, хотя у меня, собственно, и своя травка неплохая, да? Ну, а в четверг Яночка. Яночка сатанистка. Спереди дьявол, сзади ад. Ха-ха. Понятно. А в выходные вы, получается, без труселей ходите, да? Нет. В выходные семейники. Я же в семье выходные. Только семейники разные, пожалуйста. У меня же две семьи. Да, в одной, так сказать. Вот, готово? Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Замечательно. Ой, зелёненькие есть. Спасибо. Да, зелёненькие есть, как просили. Слушайте, мы тогда стринги брать не будем, мы вот эти возьмём. Ой, это отличная моделька, новая коллекция. Они светятся в темноте. Чего? Светящиеся трусы? Я что, джедай, что ли? Ну, представьте, как ночью в них будет светиться ваш Дарт Вейдер. Ой, я бы сумоляю, максимум мастер йода. Всё, всё. Маленький зелёный сморщенный. Ой, ты-то молчи со своим Чубакой. Так. Так, может, вы тогда померяете? Представляете, как вы ночью в них будете делать? А чё? Мы возьмём. Зачем? У нас дома перебои с электричеством. А так хоть Лёшка уроки делать будет. Слушай, ты как всё это представляешь? Встанешь над ребёнком и будешь говорить «Учение свет, не учение тьма!» Как эта штука работает? Они сделаны из специального флюоресцентного материальчика, который в течение дня накапливает свет, а ночью светится. Вот смотрите. Круто, слушай. Так я с утра вот так вот встану на балконе, подзаряжу их, а вечером на люстру и всё. Экономия? Спасибо, не надо. Вот эти сколько стоят? Эти стоят пятьсот. Так, всё, Вика, сегодня без труселей. Саша, ты уже был без труселей. Так это я тебе сюрприз хотел сделать? А чуть не сделал маме инфаркт. Так она предупреждать надо, что ты с мамой едешь. Так я же тебе позвонила и сказала, что я еду с мамой. Так откуда я знал, что ты со своей? Я думал, с моей мамой. А шо она там не видела? Она меня до 23 лет купала. Вот, вот эти бери с ромашкой. Да, отлично. Вот возьму их, надену вам на 8 марта и всё, и букет дарить не надо. Давайте трутни, налетайте, опыляйте. Ладно, не нравятся? Давай другие. Вот, вот эти бери. Что это вообще за ниточка? Это стринги. Полторы тысячи в задницу. Это знаешь как в этом? Я проснулся в 6 часов, нет резинки от трусов. Вот она, вот она, на... Убью! Намотана. Так, ладно, короче. Есть у вас светящиеся слоники? Найдём. Для вас и что будет? Это тебе зачем? Как зачем? Я их возьму, на рыбалку в них ходить буду. Щуку прям на хобот ловить буду. Так, иди уже, рыбак, давайте нам обычный серый, в клеточку там, в волосочку, спасибо. О, отлично. Слышь, класс. А нам давай всё-таки слоника. Да? Одену его сегодня в налоговую. Приду, скажу. Денег нет, вот вам хобот. Пусть я да. Спасибо, спасибо. Экскурсии по Киеву, экскурсии по Киеву. Подходите, подходите. Может, Лавра интересует? Нет, да. Подходите, экскурсии по Киеву, экскурсии по Киеву. Экскурсии по Киеву. Здрасте. Здрасте. Вы прямо экскурсии? Да, экскурсии. Вы прямо по туризму? Конечно, по туризму. Я турист, вот. Поздравляю. Что вас интересует? Может, парки, рестораны, музеи, может, соборы, может, Лавра вас есть? Нет, 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 я к вам не за этим приехал. Так, зачем? Меня это, кстати, интересует клубничка. А, клубничка. Понимаю, понимаю. Ну, за клубничкой вам лучше в Польшу ехать. Хотя, может быть, на Бессарабке возьмете. Тоже хорошая турецкая. Не, 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 вы меня неправильно поняли. Меня обычный туризм интересует. Да. Меня, так сказать, интересует, так сказать, с изюминкой, так сказать. Ага. Я понимаю, вы гастрономический турист, да? Ну, знаете, у нас страна славится больше борщом, салом, горилочкой, да. А вот изюм и орешки, это вам в Узбекистан. Вы меня опять неправильно поняли. Мне не нужны изюм и орехи. Ладно, скажу вам напрямую. Так, кстати, я... Секс. Турист. А. Вот, знаете, я нужен секс. А от меня что вы хотите, а? От вас ничего не хочу. Но думаю, что вы мне с этим можете помочь. Я? Да. Нет, я натурал. Я тоже натурал. Понимаете? Ну, я прочитал в интернете, что Украина лидирует, так сказать, в интимных услугах. Это все брехня. Мы уже давно отстаем. Все из-за этого карантина. У нас единственные, кто в лидерах по этому делу, это правительство наше. Да, оно наш народ и в хвост, и в гриву. Но они извращены. Как? Вот так, только по пенсионерам, исключительно. Вы понимаете, но я специально прилетел из Челябинска через Минск, понимаете? Так, кстати, чтобы воспользоваться вот этим, понимаешь, вот этим вашим... Понимаете? Все, понял, все. А что это вы там делаете? Выбираете мне девчонок? Нет, ищу вам обратный билет. Послушайте, вы должны помогать туристам. Я же готов заплатить, понимаете? Деньги. Вот у меня есть деньги. Да что вы? Это не настоящие деньги. Это рубли. Пожалуйста, гривны. У меня есть гривны? Пожалуйста. Гривны. У меня имя ребенок уже в монополию играет. Доллары. Есть доллары. О! Доллары. Это уже интересно. Конечно. Так, хорошо. А вы готовы соблюдать абсолютно все карантинные ограничения? Конечно, там антисептик, маска, все как положено. Вы же понимаете, что это полная фигня. Самое главное, это дистанция. Полтора метра. Что ж такое придумал-то у вас? Они. Извращенцы. Полтора метра я не дотянусь, как не постарайся. Это же ну... Что я могу сказать? Тогда вам в другую страну. В какую страну? Я прилетел к вам. Понимаете, я ведь сейчас вот напишу отзыв. Знаете, какой у вас? В интернете. Никто к вам не подойдет сюда вообще. Послушайте. Негативный отзыв от вас в нашей стране будет звучать как комплимент. Я вообще вот эти доллары могу ввести в другую страну вообще. Ну да все, 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 все. Успокойтесь, успокойтесь. Хорошо, попробую вам помочь. Скажите, вы когда-нибудь раньше в этих секс-турах бывали? Да, конечно. Амстердам, Таиланд. А, и как там все прошло? Без сучка, без задоринки? С задоринкой. В Таиланде даже с сучком. Поэтому я прилетел в Украину к вам, чтобы так сказать... Понимаю. Хотите у нас тут пожестче, да? Хотелось бы попробовать, конечно. А скажите, вы когда прилетели сюда, вы с аэропорта на такси ехали? На такси ехал, ну конечно, с аэропорта. Ну тогда все нормально, вас уже поимели. В каком смысле? Ну, тест вы в аэропорту сдавали? Ну конечно, за 1200 гривен. Вот, за 1200 гривен вам совершили проникновение. Прямо в нос. Я не хочу проникновение прямо в нос. Я хочу сам, так сказать, проникнуть куда-нибудь. Я понимаю, я понимаю. Скажите, а вы когда вот на такси ехали, вы на заправке хот-дох покупали? Покупал. Ну вот. Что, ну вот? Что вы меня все время пугаете? Ну вот, ну вот. Ну вот, сосиска в рот. Все, везде у вас все побывало, так что можете домой ехать. Смело. Да. Вы обязаны помогать туристам. Скажите, а вы сами сюда приехали? Нет, с кумом. Ага. Так, значит, тогда я попробую вам помочь. Ну, так сказать, чтобы деньги из семьи не уходили. Скажите, кум у вас симпатично? Что, охренели, что ли, такое мне предлагать? Я приехал сюда к вам, понимаете, не просто так. Я же приехал за нормальным таким сексом настоящим, понимаете, чтобы утром проснуться, у меня вся спина, чтобы в царапинах была. О, спина в царапинах. Тогда, значит, рекомендую вам аквапарк в Браварах. Они, значит, там воду не включают? С синие горки съезжаете, у вас спина поцарапанная до конца жизни будет. При чем тут аквапарк? Ну, а при чем тут секс-туризм к Украине? Я в интернете прочитал. Вот, надо было в интернете и посмотреть, что сюда ехали так. Я не хочу смотреть, я хочу участвовать. Ладно, хорошо. Ну, вы не в тот город приехали, это вам во Львов надо. Во Львов? Да. Да вы что, а что там? О, там в самом центре, значит, в полуподвальном помещении есть ресторанчик. Так, краевка. Подпольное, это уже интересно, мне это нравится. Что там нужно сказать? Значит, стучитесь туда и говорите, я к вам приехал с Челябинского тракторного завода. Все, секс вам обеспечен. Издевайтесь, да? А поближе нет ничего, но в Киеве здесь в конце концов. Не, ну в Киеве нет. Вы какой? Грязный секс хотят. А, хочу грязный секс. Грязный секс хочу. Ну, если грязный, тогда вам в хуяльник. Куда? Послушайте, как сексуально звучит. Хуяльник. И грязи там вот так вот. Хуяльник, я не хочу, я хочу в Киеве. Хуяльник не хочу. Слушайте, если вы хотите, может быть, пожестче, тогда вам лучше в Минск лететь. Значит, смотрите. Да, конечно. Выходите прямо с самолета с красно-белым флагом, подходите к первому любому полицейскому и говорите, а Сашка-то не настоящий. И при чем тут секс? О, поверьте, вас так отымеют, и вы до конца жизни ходить не сможете. Да. Ну, ладно, 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 все, не расстраивайтесь, не обижайтесь, это я так. Скажите, вы хотите секс с продолжением или по-быстренькому? Конечно, хотелось бы растянуть, наверное, за те же деньги. Тогда, значит, записывайте. Авторынок на столичке. Идете туда, выбираете старый задрыпанный Ланос, покупаете его и трахаетесь до конца жизни. Я не хочу трахаться до конца жизни старым Ланосом. Ладно, хорошо, хорошо, если вы хотите прямо еще пожестче, тогда Богдан в час пик. Ой, незабываемые ощущения. Скажите, вы любите, когда кричат? Ну, конечно, кто не любит кричат? Советую вам. Идете в любую больницу, демонстративно проходите мимо очередь и говорите так. Мне только спросить. Такое и у нас есть, знаете ли, понимаем. Послушайте, я приехал с деньгами. Я готов уже заплатить за дорогих проституток. Проституток, проституток. А-а-а, за дорогих проституток. Значит, записывайте адрес. Грушевского, 5. Грушевского, 5. Здание под куполом. Все элитные проститутки там. И можно выбрать? Ну да. Раз в 5 лет. Ну или когда надоест. А это легально? Ой, вы что? У них там даже наркотики почти легализовали. Ну мне нужно обязательно, чтобы это было прям легально. Ну прям, прям вообще легально-легально? Да. Тогда записывайте. Сначала вы подаете документы государственному регистратору. Так. Потом получаете, значит, выписку из единого государственного реестра. Так. Потом подаете заявление в налоговую. А, и пока я все это делаю, я затрахаюсь, знаю ваши эти шутки. Не-не-не-не-не-нет, нет-нет. Вы же хотите, чтобы все легально было, правильно? Подаете запрос на получение выписки из реестра платищиков АЕН. Так. Дожидаетесь получения выписки через 3-5 дней. Регистрируете книгу учета доходов. И все. И я получу секс? Нет. Вы оформите ФОП. А там, поверьте вас, точно поимеют. Но вы за это получите 8 тысяч гривен. Кстати, ведение предпринимательской деятельности в Украине – это единственный официально разрешенный садомазохизм, в котором еще и нет стоп-слова. Послушай, у вас совершенно не развита сфера интимных услуг. Ну, зачем нам отдельно сфера интимных услуг, если у нас во всех других сферах предоставляют услуги так, что иначе как интимным их не назовешь. А вот женщина ваша, где? Вот я вот стою здесь полчаса уже. Вот эти вот, о, вот эти, о, глаза, чтобы… Где все эти женщины с деньгами тут уже полчаса? Блин, когда они уже этот туалет нормально откроют? Я задолбалась бегать в Макдональдс. Спасибо, что подменил умник. Давай, собирай свои брошюры, валяйся. Да. Экскурсии по Киеву, экскурсии по Киеву, экскурсии по Киеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас интересует? Я, меня интересует секс. Ее вот, еще весь день уже позади. И кажется, нашел. У меня все так как раз… Как раз… Э, мужик, вообще-то это моя жена. Вообще-то бывшая. А, меня устраивает, вы знаете, все, прям вот, я как читал в интернете, вот, прям вот, все такая, все, я забираю, я беру. Вы не просто ее забираете, вы забираете еще с собой маму и четверых детей. Ах, ты вспомнил, да, что у тебя есть мама и четверо детей? Да ты вообще мне всю жизнь испортил, да сколько можно, я на тебя постоянно зарабатываю. Извини, извини, пожалуйста, так как насчет секса? Не знаю, мужик, как у тебя, но он у меня уже происходит, во всяком случае, с моими мозгами. Серьезно, он у тебя происходит? Иди сюда, я тебе сейчас так… Ну зачем же? Экскурсии по Киеву, экскурсии по Киеву, экскурсии по Киеву. Ты же говорила, что подождешь у меня в машине, ну вот зачем тебе нужно со мной идти? А потому что я твоя лучшая подруга, а подруга подругу беде не бросает. Так, где-то я уже это слышала. А, вспомнила! Перед моими неудавшимися свиданиями, которые ты мне испортила. Так они все были изврасенцами! Ну вот с чего ты взяла? Ну как это? Я их на нюх чувствую. Я в изврасенцах хорошо разбираюсь. А вот ты лучше бы сказала мне спасибо. Спасибо? За что? Что я до сих пор не замужем? Ты договаривай! Не замужем за изврасенцем! Ой, какая же ты у меня глупенькая! Вот ты мне лучше бы спасибо сказала, когда я спасла тебя от изврасенца в больнице. А, это был вообще-то обычный терапевт. Он просто хотел послушать мои легкие, предложил снять блузку. А почему не послушал? Не успел. Ты же ему стулом по спине треснула. Ну, разотик осыблась. Ну а сейчас на парковщика ты зачем напала? А потому что он сказал, что ты припарковалась тютелька в тютельку. И что? Тютелька в тютельку! Это же намек такой! Какой намек? Это комплимент! И сюда ты зачем со мной пришла? Это же просто курсы ораторского мастерства. Ты что не понимаешь? Ты идёшь к профессиональному мастеру заговаривать зубы. Он тебя заговорит и склонит непонятно к чему. Я такое в роликах видела. В каких ещё роликах? В похотливых. В похотливых роликах про изврасенцев, которые заманивают вот таких вот цикарных цыпотек, как мы, и вытворяют с ними чёрт знает сто. Зачем ты вообще смотришь эти ролики? Ну, как бы, чтобы знать опасность в лицо. Но ты не призывай. У меня с собой есть сокер. Давай спрячь. Так что мы так быстро и будем однився. Спрячь. Скорее он нам сегодня не пригодится. Смотри, идёт. Вот нормальный, вроде бы интеллигентный и даже немного симпатичный. Ой, уже потекла, потекла. Да у тебя синдром зертвы. О, добрый день. Добрый. Я так понимаю, вы на занятии, да? Ну, располагайтесь одну минуточку, сейчас. Ты видишь? Ты видишь? Это музык. Мужик и что? Все музыки извращенцы, они только и хотят нас тюккнуть. Всё, здравствуйте. Как вас зовут? Маруся. Маруся, прекрасно. Прямо как в роликах. Серьёзно, он начали спрашивать твоё имя, а потом ты уже голая на его диване. Что ты такое говоришь? Послушайте, Маруся, у вас здесь написано, что оплачено индивидуальное занятие по спецтарифу. Да, всё верно. Ты ещё и платишь за это? Капец. Я просто сегодня пришла с подругой, но она не будет заниматься. Она просто тихонечко посидит и не будет нам мешать. Да, ну ладно, пожалуйста, я в принципе не против. Конечно, не против. Все музыки мечтают с двумя. Так, ну что, я предлагаю приступить к нашему занятию. Давайте для начала сделаем разминку нашего речевого аппарата. Так, возьмите за щёки. Возьмите за щёки. Капец, я так и знала, безым отсюда. Возьмите за щёки большим и указательным пальцем. Немного так растянем щёки, да? Язык высовываем вперёд. Вот так, да? Смотрится как извращение. Смотри, вот так. Понимаешь? Я поняла. Он вначале говорит, сделайте упражнение, потом, говорится, у вас не получается. Потом берёт тебя за щёки и своим языком растягивайте их. Вот так. Извините, а может мы пропустим это упражнение? Немного некомфортно, да? Ну хорошо, не переживайте. Тогда сразу перейдём к нашему следующему упражнению. Оно тоже очень полезное. Оно называется «На ощущение кончика языка, его твёрдости и чубствительности». Очень-очень интересно! Что вы собираетесь трогать этим своим языком? Ничего я не собираюсь трогать. Это упражнение называется «Болтушка». Оно очень простое. Смотрите, вот так высовываем язык и вот так. Девушки отдыхают. Что ты меня позоришь? Так, а чё он козыряет своей этой болтузкой? А, дихо извиняюсь, а у вас сигаретки не будет? Нет, я не курю. Так, ладно. Давайте следующее упражнение попробуем сделать. Оно называется «Укол». Итак, смотрите, кончиком языка мы по очереди, да, изнутри касаемся наших чек. Вот так. Всё понятно, он реально наньяк. Сначала он тебе делает болтузку, потом ты ему укол, потом вы меняетесь местами. Короче, он извращенец, сейчас начнётся самое страстное, как в роликах. Вот так сделали, да, и теперь переходим к более сложному упражнению, тут же, без остановки, к расслаблению гортани. Вот здесь гортани. А-а-а! Слышно, к чему он тебя клонит? К чему? Боже, какая ты наивная. Это простое упражнение. Простое упражнение на расслабление гортани? Ты в каком мире завёз, девочка моя? Смотрите, на самом деле очень простое упражнение, да. Что нам надо делать? Мы сначала вдыхаем воздух носом, очень сильно. Вдохнули и потом резко выдыхаем со звуком фу, фу ртом, да, давайте. Вдохнули, фу, мощнее фу делайте, фу, очень хорошо. Может быть, ваша подруга хочет попробовать это упражнение сделать? Нет, я вот это вот фу и всё со сколы не взлюбила. Со мной вот так вот здоровались. Фу, фу, очень хорошо. Маручка, вы знаете, у вас очень неплохо всё получается. Я в вашем письме прочитал, что у вас, оказывается, есть страх публичных выступлений. Ой, да, действительно, это большая проблема. Ну, вы знаете, на самом деле мы поможем её решить. Для этого вам нужно сесть назад, немного отклониться, расслабиться. С кресла не встаём, рот не открываем, если стоя рядом. Итак, закрывайте глаза. Представьте на секунду, чтобы... Сказайте, пожалуйста, а вы наручники сейчас будете надевать? Нет, я не буду сейчас надевать наручники. Ну, просто у меня, если сто, есть сокер, понятно? Я искренне рад за вас, вот. Но нам он сейчас не понадобится. И наручников у меня действительно нет. А у меня есть... Итак, Маручика, пожалуйста, расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте, вы выходите на большую сцену. Вы видите огромный зрительный зал. Все места заняты. Зрители ждут с волнением вашего выступления. Вы выходите вперёд, на вам сцену. Что вы чувствуете? Да, я выхожу на сцену. Очень много зрителей. Я начинаю говорить. И вдруг... И вдруг я забываю слова. Мне так стыдно. Мне кажется, как будто бы я голая. Маруся, не подыгрывай ему, оденься. Все на меня смотрят. Вы мешаете нам. Да я просто посоветовала подруге. Мне так страшно. Не нужно бояться. В этот момент представьте, что появляется некто, кто укрывает вас тёплым пледом. О, конечно! Просто в начале укрыл пледом. Потом руку под плед. И там... Невоятно... Так, послушайте, я вас выгоню, если вы будете нам мешать. А, ты видишь, я уже ему мешаю. Итак, вас укрыли тёплым пледом. И в этот момент вы успокоились. Вы стали чувствовать себя комфортом. Вы выходите на ван сцену и рассказываете зрителям то, что хотели им рассказать. И это всем нравится. Паруса, Паруса. Зал встаёт и начинает аплодировать вам. Аккуратнее, он уже сзади! Что? Ну, скажите, что вы почувствовали? Ой, вы знаете, действительно как-то полегче стало. Вот. Кстати, ещё один интересный лайфхак для того, чтобы лучше развивалась сценическая речь. Рекомендую записывать свой голос на диктофон. Ага. Конечно! Вначале диктофон, потом камера, а потом вот это вот видео в интернете набирает миллионы просмотров. У тебя что, и такое было? Конечно! Я всех извращенцев проверяла на практике. И ещё, Марусь, есть такой лайфхак интересный. Вы пробовали яйца для голоса? Ты ещё бы посоветовал хрен для слуха. Между прочим, многим помогает. Я видела такое в роликах. Так, ладно, давайте перейдём к основным занятиям, потренируем дикцию. Сейчас я вам дам два ореха, и вы положите их за щёки. Маруся, надо писать, слыхала? Он достанет сейчас свои орехи. Вот, пожалуйста. Берём орехи. Да, я тоже возьму. Смотрите, вот. Это ты меня уже достала своим поведением. Смотри, обычные грецкие орехи. Это пока. Смотрите, всё очень просто. Два орешка кладём за щёку. И вторая. Боже, какой из растянец. И говорим с коронавирусом, да? Дятел дуб долбил, продалбливал, да не продалбил и не выдалбил. Мне что-то ничего не понятно. Дятел дуб долбил, продалбливал, да не продалбил и не выдалбил. А, дятел дуб долбил. Ты сейчас тоже не понимаешь, да? Какой дятел, какой дуб и какой дупло он собирается выдалбить? Послушайте, может быть, вы тоже хотите попробовать? Дать вам орехи. Я не так воспитана. Давайте я. Давайте. Маруся. Берегись, сёки. Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, продалбливал и не выдалбил. Прекрасно, Марусь. Вы просто подаёте надежды. Давайте сразу перейдём к следующей скороговорке. Выдра у выдры норовила вырвать рыбу. Выдра у выдры норовила вырвать рыбу. Слыхала? Выдру выдрать. Он не тебя хочет, а меня. А можно пососовать орехи? Да, пожалуйста. Хотите попробовать? Конечно. Прошу. А что это? Ты ему скажи. Спасибо! Статья, а где старый орех? Я его проглотила. Ну, как бы я перезавать стала, когда он сзади подкрался. Но это потому что он расслабленная горта. Давайте вернёмся. Прошу вас, больше орехи не трогайте, хорошо? Не трогайте их. Марусь, сейчас хотелось бы с вами поговорить о правильном дыхании. Правильное дыхание очень важно при сценической речи. Что для этого нужно сделать? Немножко облокотитесь назад. Плечики вводим назад. Хорошо, подбородочек высоко. Так, она руки убрала твоей подруги. Давайте, надо мной издевайтесь, а она пусть со стороны посмотрит и будет делать. Ну, что там надо? Назад облокотиться. Плечи, плечи тоже. Назад подбородочек. Грудь вперёд, правильно? Да, да. И руку на грудь. Нет, нет, нет такого. Нет, нет, не надо руку. Что вы делаете? Было такое. Ты что, не понимаешь, что ты нам мешаешь? Это ты нам мешаешь. Ты видишь, куда мы засли? Подальше, тема, все орески. Ну, что ж вы себе позволяете, а? А вы? Что, я? А вы что себе позволяете? Послушайте, ваша подруга пришла просто позаниматься сценической речью. А что вы здесь устроили, а? Думаешь, вы реально какая-то выдра. Ну, стоит и балаболит, 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 балаболит. Ну, это же невозможно просто сказать. Да он просто сумасшедший. Ты видишь, я заговорила, что он маньяк. Смотри, какой он агрессивный. Да не агрессивный, я нормальный. Просто это вы такая странная, ну, странная вы, женщина очень химия. Ну, чтобы на неё накинулись. Ну, а вы чего начали его-то? Зачем вы это? Да вы нормально же сидели, повторяли, уже через полгода нормально смогли в маршрутке говорить, следующая остановка такая-то. Ну, была бы у вас сценическая речь. Слушай, а я вправду какой-то агрессивный. Марина. Спасибо, мы уходим. Да подождите, вы неправда. Он хочет разогнать, беги, беги. Я тебя прикрою, прикрою я тебя, Маруся. Марусь, послушайте меня тогда. Ну что, дятел дуб долбил? Долбил, да не выдолбил. А что случилось? Пока ещё ничего. Ну, сейчас такое случится, как в роликах. Доставай свои орехи. Не надо, женщина. А, ты вот так любишь? Я не люблю. Я только люблю. И слава об украинском герое-казаке Тарасе Бульбаре покатилась по всей Европе. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, прекрасно, да, гениально. Да. Благодарю, конечно. Но больше это заслуга, конечно же, Николая Васильевича Гоголя. А ваша задача теперь, как гениального режиссёра, всё это красиво снять. Ну, с таким сценарием и с таким исполнительным продюсером не грех снять нетленку. Спасибо, спасибо. У меня для вас, кстати, очень хорошие новости. Мы наконец-то определились с актёром на роль Тараса. Дайте-ка угадаю. Согласитесь, после «Багдана» вступки это было непросто. Подождите, подождите, подождите. Баклан? Не-не-не. Дзидзю? Дзидзю. Неужели? Сам решил вернуться в кинематограф? Это пока тайна. Мы ведём переговоры, но как только контракт будет подписан, это будет сенсация. Не знаю. Что нам ещё не хватает, чтобы снять лучший исторический украинский фильм? Ну, пока только денег. Поэтому предлагаю все батальные сцены в фильме заменить на документальные кадры хроники. Документальные кадры хроники. Это же вторая половина 17-го века. Но ведь батальные сцены, они так важны для сюжета. Понимаю. Но вы тоже поймите. Я в провинциальном театре нашёл 200 человек, готовых умереть за еду. Но на пушке и спецэффекты денег нет. Ну, послушайте, послушайте. А давайте снимем батальные сцены с квадрокоптера. Снимать будем ночью. Представляете, слышны звуки батальных сцен, а всё как бы в тумане. А потом в графике дорисуем. Денег на графику тоже нет. А в госкино? К сожалению. Приоритет отдали свингерам 3. Кому? Свингерам. Господи, слышал бы сейчас Гоголь, на что нынче дают деньги. Вы знаете, сейчас должен приехать генеральный продюсер. Возможно, у него больше информации, и он как-то прольёт свет на эту ситуацию. Ну, где? Где моя гениальная съёмочная группа? Где эти гении-синематографа? Спасибо. Давайте за дело, потому что времени мало. Пока вы тут бездельничали, я нашёл деньги. Я нашёл много денег. Подождите, если это рекламная интеграция, то я сразу против. Нельзя, чтобы Тарас в кадре пил пепси, ел чипсы и делал ставки на исход битвы. Тарас Бульба делает ставки. Это интересно. Запишите где-нибудь. Записываю. Но сейчас это не главное. Главная новость. Готовы? Да. Нас купил Нетфликс за 10 миллионов долларов. Ха! 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 Пупить! Охренеть! В смысле, теперь мы можем снять батальные сцены? Да! Конечно! Теперь будут и пушки, и танки, или... Нет, их тогда не было. Будут кони. Много коней. 100! Нет, 200! Нет! Закажу 300 коней на все деньги. А давайте снимем настоящее сжигание Тараса! Ну, в смысле, с каскадером. А, конечно! Можем даже троих сжечь! Ну, вообще-то, там, возможно, будет не сжигание. Там, возможно, будут изменения. Дело в том, что у заказчика есть пару условий. Ну, началось. Нет, 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 нет. Творческая группа их устраивает. Вы на своих позициях. Меняется только главный актер. Нетфликс хочет, чтобы это был их актер. Понимаете? А я, кстати, как режиссер, не против. Зарубежные актеры, они, во-первых, профессиональные. И они не под запретом. Если поправки в сценарий вносить не нужно, я тоже не против. Ну, вот и отлично. Скажите по секрету, кто будет главным? Жан-Клод? Или там Ван Дамм? Роберт или какой-нибудь Ленира? Голубчик мой, это все старая гвардия. Нетфликс интересует последнее веяние в кинематографе. Поэтому, да что я вам буду рассказывать? Сейчас актер подойдет, и вы сами все увидите. Позовите актера, пожалуйста. Волнительно так встречать. Hello. Very glad, very good. А? Это, простите, кто? Тарас Бульба. Я прошу прощения, вы шутите? Вы видели, чтобы я шутил? Я, конечно, представлял, что Богдан ступку сложно будет заменить, но настолько... Это не Тарас Бульба. Ух ты. Это Максимка. 40 лет спустя. Нет, ну он будет играть Тараса Бульбу, а? Какая фактура? Может быть, конечно, там не в курсе. Что? Но Тарас, он был казак, а не рэпер. Как такой Тарас будет приглашать сыновей на сич? Вот вам две таблетки. Съедите красную, попадете на сич. Съедите синюю, забудете все, как страшный сон, да? Таблетки, это интересно. Черканитесь тебе где-то. Черкаю, черкаю, да. Да, я думаю, Netflix это понравится. Простите, у меня есть вопрос тоже. Скажите, мы снимаем черно-белое кино? Нет, мы снимаем современный фильм в цвете 4К, все как положено. А жанр, это черная комедия? Нет. Ужастик? Нет. Порно? Ну что, господи, о чем? Может, это пародия, типа как американский пирог? И Тарас, размахивая своей булавой в труса, извините, в руках, побеждает американских женщин? Нет, нет, нет. Мы снимаем историческую драму. Именно на это Netflix выделила 10 миллионов. Что вы делаете? Тот сценарий, знаете ли, надо переписывать. Я уже тут накидал что-то новенькое. Значит, смотрите. Тарас был ранен в бою. Его сожгли на костре. Да, он немного подгорел. Но не умер. Вернулся, значит, на сечь. Но драться уже не хочет, так сказать, перегорел. Нет, ну о чем вы говорите? Мы снимаем, потому как задумал Гугл, этот, или как его? А, Гоголь. Извините. Историческая драма. В чем проблема? Вообще-то уже куча примеров в кинематографе удачного колорирования. Хорошо, ну хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, молодой человек, вы хотя бы знаете первые слова Тараса Бульбы? Поворачивай, сынку, ехите смешно. О, браво! Браво! Скажите мне, каким интересно должен быть сынку, чтобы быть смешнее, чем он? Это потому, что я черный? Да потому, что Тарас белый. Не расстраивайтесь, возможно, мы сможем на гриме как-то подфактурить актера. Да зачем кого-то фактурить? Нетфликс устраивает все именно вот в таком виде. Ну, ребят, ну в чем проблема, я не понимаю. Вон же 17 мгновений весны покрасили, и ничего, отличные сборы. Там покрасили весь фильм, а мы только главного героя. У меня уже начали рождаться первые сцены. А ну? Смотрите, Тарас после тяжелого боя приезжает на разрисованной тачке в ночной клуб. Отрывается там по полной с девочками и с коксом. Тут к нему подходит белый и со словами «Как дела, носичьи, бро?» Плюет в Тарас. Разверенный Тарас встает и со словами «Мать твою, ты че делаешь, снежок?» Ну, начинает стрелять в зомби. Ха-ха-ха! Вы так себе это представляете! Супер! Зомби — это супер! Запишите обязательно! Я уверен, что Netflix это просто порвет. А вот снежок, что за снежок? Это какой-то бред. А Тарас Папуас, это нормально? Я прошу прощения, у меня несколько технических вопросов. Готов на все ответить. Подскажите, мы снимаем в Украине или где-нибудь в Африке? В смысле? Ну, в смысле, остров Хортица или Мадагаскар? Нет, Хортица, Хортица. Хорошо. Казаки у нас ездят на лошадях или на чем-то более экзотическом? Там слоны, львы, жирафы? Пускай будут кони. Окей, окей. Скажите, пожалуйста, у нас казаки тренируются на мячах или на мячах? Не понял. Ну, в смысле, баскетбол. А, вам нравится баскетбол? Да. Да, давайте баскетбол, пускай будет. Хорошо. Еще вопрос. На казаков нападают поляки или нам, в принципе, любые белые подойдут? Хороший вопрос. Ну, лучше все-таки поляки. Да, конечно, как скажете. Как скажете. И последний, важный вопрос. Скажите, сыновья у Тараса белые? Да. Да. Сыновья белые, и это главный конфликт. Подождите, подождите. Ни китайцы, ни монголы, ни узбеки. Просто белые. Да, просто белые. Жаль. Я, честно говоря, от Нетфликса ожидал больше интриги. Скажите, у казаков не возникнет вопроса, откуда белые дети? Думаю, от одного вида Тараса они так охренеют, что у них до конца фильма не будет вообще вопросов. Но зрителю надо объяснить данный феномен. Да это элементарно объясняется. Ну, смотрите, например, это не родные дети Тараса, он их усыновил. Благородно. Я тебя усыновил, я тебя и убью. Ну, вот видите, вы уже начинаете, так сказать, подстраивать сценарий под наши реалии, да? Да вы не понимаете, тут же все надо переписывать. Да прям-таки все. Давайте вот идем прям по сценам. Да. Тарас приезжает на сечь. Так. При виде, так сказать, прожженного казака все ему просто кланяются или встают на одно колено и начинают целовать ботинки. Ну, как сейчас модно. Не-не-не, не надо усугублять, просто, просто кланяются. Хорошо, отлично, идем дальше. Сыновья Тараса, учились в Академии или в Университете Дружбы Народов? Давайте возьмем что-то нейтральное, медицинский. Медицинский. Или педын. Так и запишем. Тарас, курит табак или что-то, может быть, покрепче? К сожалению, еще не во всех штатах легализировали, поэтому пускай будет табак. Казаки произносят мазефаков ватсапфаков? Да, давайте без факов. Без факов, вычеркиваем. В конце Тараса сжигают или все-таки расстреливают на выходе из ночного клуба? Расстрел возле ночного клуба, это, конечно, эпично, да. Но все-таки оставим сжигание. Сжигают, хорошо, тогда еще один вопрос. Поляки вокруг костра обычные или в белых колпаках? Ну, подождите, это вы меня сейчас подкалываете, что ли? Слышишь ты, пухляк, может ты знаешь, где взять 10 миллионов долларов? Я прошу вас, разобрались вроде бы. Я предлагаю снимать. Да, вот это правильно. Мы готовы снять первую сцену. Пойду предупрежу сценарей Тараса, что у них новый папка. Подождите, это еще не все вводные. Дело в том, что фильм будет номинирован на Оскара? Нет. Что? Только не Оскар, я вас умоляю. Вы почему? Я, простите, насколько понимаю, Тарас не только папуас, но и... Нет. А что вы говорите? С Тараса это хватит. Акцент будем делать на его сыновьях. Я прошу прощения. Да. Оба? Нет, нет, только один, Андрей. Тогда весьма логично, что Тарас убивает именно его. Нет, а убивает он как раз другого, натурала. А натурала-то за что? Ну вы же сценарист, вы должны это и придумать. Простите, простите, а в кого тогда теперь у нас влюбляется Андрей? Тут пока еще решается вопрос. Пока поставьте прочерк, там могут быть различные варианты. Вы, когда будете покупать 100 коней, возьмите одного посимпатичнее на всякий случай. А вы зря иронизируете. Это сейчас обычная практика во всем мире, тем более новые голливудские правила, что в каждой съемочной группе должен быть чернокожий, должен быть инвалид и один гей. Так я не понял, а что вы на меня все смотрите? Евгений, а что вы так переживаете? Один раз, как говорится, не Тарас. Я предупреждаю, я буду сопротивляться. И не знаю, как там по геям, но по инвалидам наша съемочная группа план перевыполнит. Что вы тут такие зашоренные все? Почему такая реакция? Во всем мире это уже принято. Вон, посмотрите, сейчас переснимают Титаник, там в главных ролях гей-пара. Терминатор сейчас, инвалид-колясочник. Его теперь не страшно, а жалко. А Рэмбо это теперь девочка-подросток. Рэмбо девочка-подросток. Называется так же? Рэмбо первая кровь? Что за спорище сексистов? Я вообще не понимаю. Давайте лучше вернемся к обсуждению нашей картины. По поводу поляков. С поляками казаки должны воевать недолго, а побыстрее переключиться на китайцев. На китайцев? Да. Понял. Достанем китайцев, рис, палочки, стой вы, соус, все будет. Простите, как это на китайцев? А что? Китай нападет на сечь? Или еще хуже, казаки сойдут с ума и нападут на Китай? Не-не-не-не, давайте они встретятся где-то на нейтральной территории, где-то там Бангладеш, Пуэрто-Рико, Монголия. Я не знаю, я не силен в геометрии, сами придумайте. И китайцы обязательно в конце должны победить. Потому что мы планируем выйти на китайский рынок, а китайцы любят побеждать. И еще, американцы любят хэппи-энды, поэтому в конце все должно быть хорошо. Вы понимаете, что это значит? Понимаем. Мы все сгорим в аду. Нет, это значит, что мы сможем снять сиквел, а это еще 10 миллионов баксов. Гениально. Да? Гениально. Я не буду это писать. Я не буду это снимать. То есть как это? Я уже вагон китайцев заказал. Будете, будете, все будет нормально. Сейчас, извините, тут от Netflix что-то еще прислали. А, посмотри-ка, они не утверждают этого актера. Извините, до свидания, мы вам не позвоним. Аллилуйя! Аллилуйя! Ваше сердце отвлекло, вы знаете? О, они прислали актера, которого они утвердили. Пожалуйста, позовите. Я так понимаю, это... Параська-бульба? Пожалуйста, давайте вернем предыдущего актера. Я вас очень прошу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Netflix уже утвердили, все можем снимать. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Параська, пускай будет Параська. Параська-бульба руководит казачьим войском, и войско по их требованию должно состоять наполовину из женщин. Да вы с ума сошли! Что? Ну все же знают, что на запорожскую сеть женщин не пускали. Об этом даже Гоголь писал. Гоголь Нетфликсу не указ. Понимаете? Да, тем более вы можете это обыграть как-то. Можно, ну, допустим, это будут, ну, не совсем женщины, да? Это могут быть бывшие мужчины. Но это уже слишком. А за это нам добавят бюджету 2 миллиона долларов. Ну, трансвестит это трансвестит. Вот и прекрасно. Тараса Папуаса, я еще стерпел. На китайцах два раза в гробу перевернулся. Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Вы бы еще безрукого взяли. Скажите, я один с ума сошел? Я тоже это вижу. Это же сам Гугл. Гугл. Ну, если бы я знал, что мои произведения ожидают в будущем, я бы сжег не только мертвые души. Послушайте, вы, ремесленники, ну, почему вы постоянно лезете в наши произведения, а? Вам нужно испортить сюжет? Напишите свой, потом портите. А в произведения классиков не лезьте. Они вас всех переживут. Ступки покажу. Поржем вместе. Продолжение следует... Продолжение следует...